Здравствуйте дорогие друзья! Изучая наши книги, во-первых, приходим к замечательному выводу, что мы пришли в этот мир не для физической работы. Это мы сами уже потом накурались или меняя мир. Мы пришли для духовной миссии. И все, что определено человеку, это духовное. А чем мы занялись, то уж такое дело. Дело в том, что Бог, он творец мира, он бесконечен, безграничен. Тогда как человек, он творение, ограниченное в своих возможностях. Расстояние между Богом и человеком, между творцом и творением, это бесконечность абсолютная. Единственная возможность наша, вот какого-то такого хотя бы одномоментного единения, ограниченного творения нас с творцом, это исполнение его заповеди. Слушай, что он говорит и делай, не умничай, вперед. Когда человек обращается, когда Бог обращается к человеку что-то сделать, он должен делать. А все ли делали? К сожалению, далеко не все. Даже те, кто слышат, говорят, ну то, что там подходит, буду делать. А нет, нет. И вот в тот момент, когда человек выполняет заповедь, устанавливается в этот момент связь, вот эта неразрывная, между творением и творцом. Хасидизм что говорит? Что слово митцва, родственное не только однокоренному слову циву и приказ, но и слову цапта, связи. То есть, исполняя заповедь, мы связываем себя с Богом. Ну что еще надо? Понимаете, мы можем не видеть, как управляется этот мир, мы можем не знать, как управляется этот мир. Но чувствовать или иногда сталкиваться с этой духовностью. Я вам расскажу короткую историю. Был такой американский доктор Майкл Блю. Это длинная история, я его постараюсь очень коротко. И это был хороший человек, хороший еврей, не сильно верующий. Там иногда когда-то раз в году ходил. Ну, на все это не верил, он материалист очень жесткий. Вот он летел куда-то, не знаю куда, на совещание, через один город. Дикий ураган, все, самолеты не летают. Он взял машину, ему ехать 400 километров. Он поехал где-то, сбился с дороги. Какой-то опять ураган, жуть ночь. Увидел, дом светится. Постучал. Его пустили. Женщина сидит там потихонечку. Он говорит, извините, я сбился ночью. Она говорит, да пожалуйста, я вас положу, накормлю все это. Вот она сидит, она молится все время. Молится очень сильно. Он ей говорит, вы извините меня, покушал. Скажите, о чем вы молитесь? Она говорит, вы знаете, вот тут вот за ширмочкой лежит ребенок. У него очень редкая форма заболеваний. Единственный врач в Америке, который разбирается и лечит это, это Майкл Блю. Как к нему попасть, я не знаю, где он, я не знаю, да и денег у меня особо нет. Вот я молюсь, что Бог послал мне чудо. В этот момент доктор Майкл Блю почувствовал, что волосы поднимаются у него на голове. Он увидел, как управляется мир. Еще раз говорю, духовная работа, это то, зачем мы сюда пришли. Все говорят, миссия человека на земле имеет в виду какую-то там дом построить. Нет, речь идет только о духовной миссии, потому что остальное мелочи в глазах неба. Написана очень интересная вещь. Когда мы его читали еще, вот сейчас, буквально несколько недель назад, и взял Бог человека, поместил в саду, и вы сделаете охранять. А что вы сделаете охранять? На первый взгляд, понятно, поместили в сад, чтобы охранял сад. Но почему тогда, кто знает ибрит, эти два глагола употреблены в женском роде? Не левдау, левшамра, а ведь ган это сад, мужской род. Значит, речь идет не о нем. И Адаму поручалось возделывать и охранять душу свою, потому что не шама душа, как и в русском языке, женского рода. У Адама были самые чистые, достойные помыслы. Но он совершил фундаментальную ошибку, какую он хотел подправить Бога. Это всегда чревато тяжелыми последствиями. Люди всегда хотели подправить Бога. Поэтому вот он хочет, чтобы мы делали то, что он сказал от сих до сих, ни больше, ни меньше. Отведав вот этот плод, Адам соединил, смешал добро и зло. И в результате мир стал неузнаваемым. Добро и зло в сегодняшнем мире тесно переплетено. Мы иногда даже вообще написано, что нельзя отличить одно от другого. И в данном случае мы, к сожалению, увидели, что парадоксальное правило увидели. Инициатива наказуема, если это в отношениях с Богом. Поэтому именно этому нас учит недельная глава. Уже давно мудрецы вывели великую формулу. Будь прост с Богом твоим, не умничай. Надо понимать, Бог умнее, самого умного, более дальновиднее, самого дальновидного. И чем больше мы его будем слушать, а не сидящего внутри нас чертика, тем больше будет, лучше будет для нас и для мира вокруг нас. Написано, идящий путями Всевышнего приносит в этот мир шалом. А шалом нам сейчас нужен. Брахавая слыха.